Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Он касается того, что автор вопроса неприятно, когда мужчина придуривается на людях. Автор вопроса описывает ситуацию, в которой она встречается и работает с мужчиной, очень умным, уважаемым человеком. Вот, отличным специалистом, который великолепно делает свою работу, но когда, как бы, обстановка того не требует, мужчина ведет себя достаточно раскованно, поет песни своего собственного сочинения нелепые, по мнению автора вопроса, и шутит, в общем-то, скоблезно, похабно и все это при других людях, автору вопроса это неприятно. И она, собственно, спрашивает, что делать с этим, да, потому что она чувствует, в общем и целом, стыд. Здесь, на мой взгляд, в первую очередь надо определиться с тем, что делать, чтобы что. То есть, ну, одно дело, если вы хотите человека поменять, тогда нужно до него донести, то зачем ему что-то в себе менять, для чего ему это делать. Либо вы хотите своё отношение к этому изменить, если честно, на это не похоже. То есть, вот, ну, не похоже на то, что вы хотите изменить своё отношение к этому. Больше похоже на то, что вы хотите именно вот человека, ну, человека переделать. То есть, что делать, чтобы что. Это первое, на что хочется обратить внимание. Второе, чувство стыда, в общем-то, оно с чем-то у вас связано. Я бы рекомендовал в данном случае постараться бы заметить, постараться заметить, а что именно вот у вас складывается в это самое чувство стыда, да? Может быть, вам так важно, что другие люди подумают. Вот, то есть, вы зависимы, ну, зависимы как бы от мнения людей из других, скажем так. А может быть, что-то ещё. То есть, тут вот нужно в этом, в этом смысле нужно разбираться в этом смысле. Именно нужно смотреть, исследовать. Потому что, ну, на самом деле мужчина имеет полное право вести себя. Так как он хочет, хочет, а в этом смысле, вот, ну, именно, именно, вот в смысле того, что вы пишете, я бы сказал, что тут больше вопрос именно, именно личный границ. То есть, ну вот, эта история простудия, да, что, как бы, есть... Есть человек один, один человек, есть вы другой человек, и как бы вы никак за этого человека не отвечаете, равно как и он никак не отвечает за вас. Вот, но пока у вас вот так не получается, пока вы так не можете, вот, а будет проблема потому что за этого человека вы ответственности не несете, это вот может быть довольно странно сейчас прозвучить для вас и в общем и целом вполне может быть что вы с этим не согласитесь, вот. Но в таком случае необходимо как бы брать ответ, ответственность за выбор человека и в общем-то уж если выбрали быть вот с данным партнером, с данным мужчиной, то за это нужно отвечать. отвечать. Если вы за это не отвечаете, а как бы получается по факту, что не отвечаете, перебрасываете на него ответственность за то, что происходит с вами. Ну, это не очень, не очень хорошая, хорошая тенденция, не очень хорошая история, потому что, ну, это разрушает отношения. Следующий важный момент, на который, вот, хотелось бы, ну, вот, ну, поделить, которым бы хотелось, вот, поделиться с вами. Следующий важный момент, да. Следующий важный аспект. Заключается он, этот аспект в том, что если вам вот будет неприятно то, как мужчина, например, ну, допустим, шутит. Ну, к примеру. Вот. Это вопрос к вам. Это вопрос к вам, вопрос к тому, каким образом получается так, что вам это вот неприятно. Чем-то вас это задевает, дает, дает, я бы сказал, такое вот, ну, такое чувство, да, вот, такое может быть ощущение, ну, скажем, скажем так, негативное и очень-очень-очень важно, ну, как бы, с этим разобраться. То есть, очень важно увидеть этот аспект, очень важно заметить его, чем конкретно вам это неприятно. И дальше уже из этого момента исходить, разобравшись в первую очередь в себе и решив, что вы с этим будете делать, решив, что вы с этим хотите сделать. Вот, мне, например, показалось, что когда мужчина это делает, когда мужчина так себя ведет, вы хотите сбежать. и очень важно понять и увидеть, от чего вы хотите сбежать. То есть, для нас, как для психологов, всегда представляет интерес ситуация, когда клиент хочет из какой-то ситуации уйти. нам очень важно помочь вам увидеть, от чего вы бежите, и, конечно, помочь с этим справиться, хотя бы научиться в этом оставаться. Ну, то есть, не убегать. Поэтому, если вас это все интересует, а самое, наверное, главное, что если вы хотите это исправить, то есть, если вы хотите вот, ну, как-то отношения гармонизировать, да, то вам необходимо двигаться в этом направлении. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова